Бисмиллахи ррахмани ррахим. Аль-Хамду лиллах. Ва-салату ва-саламу а'ля Расулли Ллах. Ва-аля алихи ассаби а'джмайин аммаба'ад. Сурату Али-Хлас. На этом уроке, иншалла, мы проведем грамматический разбор Суры Али-Хласа. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Куль хуваллаху ахад. Скажи, он Аллах единый. Или же скажи, оно, то есть делал такого, что Аллах единый. Куль это фи'ль амрин. Глагол повеления. Приказная форма глагола. Мабдиун аля суконин. С неизменяемым окончанием. Суконом на конце. Уфа'илхи 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 действующее лицо. Это дамирун мустатрун фиихи вуджубан. Скрытое в нем в обязательной форме местомение. Тақдируга анта. Скрытое местомение в нем это местомение анта. Вальфи'лю ма'а фа'алихи глагол куль вместе со своим фа'алем. Джумлатун фи'алитун. Глагольное предложение. Ибитеда иятун. Начальное предложение. Ла махалла ла хаминал-иараби. Не имеет места в падеже. Местомение ху может быть дамиру-щани. То есть местомение в значении дела. То есть хуа оно. То есть дело обстоит так или такого, что Аллах един. Такой метод речи используется, когда речь идет о чем-то важном или великом. Как в нашем случае. В этом случае хабаром, сказуемым этого местомения дамиру-щани, Бывает предложение, которое в данном случае не будет содержать ад-дамир аль-айда, Возвратного местомения. Так как это местомение и его сказуемое это одно и то же по смыслу. Так мы видим, что хуа это и есть важное и великое дело. Это и есть то, что Аллах единый. Аллаху ахад. Таких примеров немало в Коране. Итак, если мы скажем, что хуа это дамиру-щани, То это дамиру-раф'ин-мун-фасилун. Разделенное местомение падежа-ар-раф' Мабниу аля-фатхин с неизменяемым окончанием, с фатхой на конце. Фимахалли-раф'ин на месте падежа-ар-раф' То есть именительного падежа. Мубтадавн. Подлежащее именного предложения. А раз у нас есть подлежащее, то должно быть и сказуемое. Аллаху. Аллаху исмуль-джалалити. Имя величие, то есть имя Аллах, Это мубтадаун-санин. Второе подлежащее, Которое тоже нуждается в свою очередь хабаре, в сказуемом. Марфуун бельбитедай. Поставлен в состоянии-ар-раф' В именительном падеже. У аля-ам-тур-раф'и признак состояния-ар-раф' В этом имени это Аддамут-захирату аля ахирихи. Явная аддама на его конце. Ахадун это хабаруль мубтадай. Сказуемое подлежащего, Коим является имя Аллах. Марфуун бельбитедай. Поставлен в подлежащем состоянии-ар-раф' В именительном падеже. У аля-ам-тур-раф'и признак состояния-ар-раф' Аддамут-захирату аля ахирихи. Явная аддама на его конце. В аль-мубтадау маа хабарихи. Подлежащее, то есть имя Аллах. Вместе со своим сказуемым, то есть именем Ахад. Все это Жумля туни сметун, именное предложение. Фи махалли раф'и на месте подлежае-ар-раф' Хабаруль мубтада и л-аввали. Хабар, то есть сказуемое, первое подлежащее. Коим являлось местомение-хуа. Валь-мубтаду л-аввали. Валь-мубтада у л-аввали вахабаруху. Первое подлежащее-хуа. И его сказуемое, коим является именное предложение. Все это предложение является ма-кул-л-кавли. Для глагола куль. То есть скажи, скажи что? Скажи ху-л-л-л-кавли. Фи махалли на спин. На месте подлежае-ар-на спин. Ма-кул-л-кавли и ма-фу-л-н-би. Это одно и то же. То есть это предложение является прямым дополнением для глагола куль. Также местомение-хуа в начале этой суры может быть просто местомением, не являясь адамир-чане, о котором мы говорили. А местомением, который возвращается к Аллаху. Так как эта сура, как приводится в Тафсира, является ответом на вопрос язычников, которые попросили пророка, саламу, мир ему и благословение Аллаха, описать им своего Господа. Таким образом получается, что ху-это он, то есть он Аллах. Он есть тот, про которого вы спросили. Это Аллах, Единый. В этом случае местомение-хуа, так же как и в первом варианте, будет дамир-у, раф-ан-мун-фасалин и так далее. Он будет муптада, подлежащим. Фи махал-и раф-ан, на месте подлежа раф. Однако, в отличие от первого варианта и араба, грамматического разбора, его сказуемое не будет выражено именным предложением. Итак, ху-это у нас муптада, не будем повторять все сказанное. Аллаху, Исмуль-Джалалит, имя величия, это хабар-у-ль-муптадай, сказуемое подлежащего, то есть местомение-хуа. В остальном разбор имени Аллах такой же, как и в первом варианте. Ахадун может быть хабар-у-ль-фанин, вторым сказуемым для местомения-хуа. Его и араб такой же, как и в первом варианте, поэтому не будем здесь все это повторять. То есть он, Аллах, Единый. Также мы можем сказать, что Ахад это бадаль, приложение, подменное имя, имени Аллах. А как мы знаем, приложение, бадаль имени, которое поставлено в состоянии Раф, то же, как и оно будет в состоянии Раф в именительном падеже. Следующий ает, Аллаху-Самадан. Аллах, тот, в котором все нуждаются. И араб этого предложения, такой же, как и предложение Аллаху-Ахадан в первом варианте перевода. Так, Аллах, Исмуль-Джалалит, это имя величия, это у нас Муктадаун, подлежащее именного предложения. Ас-Самад, это у нас Хабрун, сказуемое. Дальше не будем повторяться, все это одно и то же. Дальше скажем, что Аль-Муктадау-Ма-Хабарихи, подлежащее вместе со своим сказуемым, все это Джумля-Туни-Смитун, именное предложение, может быть вторым сказуемым для местомения-хуа, являющегося подлежащим. В этом случае мы скажем, фи-Махалли-Раф'ин, на месте поджа-Раф'а, как и подобает предложению, являющемуся сказуемым хабаром. Также мы можем сказать, что предложение Аллаху-Самаду-Муста-Нафатун, возобновляемое, и придают начальное предложение. В этом случае мы скажем, ла-Махалли-Лагамин-Аль-Ираби, не имеет места в подже, как и подобает подобному предложению Аллаху-Аламу. На этом все на сегодня, иншалла продолжим на следующем уроке. Продолжение следует...